Дорогие коллеги, как известно, 29 ноября теперь является международным днём двигательных расстройств. И именно этому дню мы посвящаем свои сообщения. Сегодня мы с вами поговорим об атипичном паркинсонизме. Как вы знаете, паркинсонизм состоит из трёх симптомов. Это брадикинезия, ригидность и тремор покоя. Но мы с вами хорошо знаем, что этот синдром встречается при первичном паркинсонизме, вторичном и премультисистемных дегенерациях, которые часто называют атипичным паркинсонизмом. Мы с вами знаем, что основными критериями болезни паркинсона является эффективность леводопы, дискинезии пикодозы, тремор покоя и гипосмия, а также симпатическая денервация сердца. Атипичный паркинсонизм характеризуется дополнительными плюс-симптомами. Прежде всего, критерием исключения болезни паркинсона является мужичковый синдром, порез вертикального взора, лобно-височная деменция, вовлечение в процесс только нижних конечностей, которые встречаются при сосудистом паркинсонизме, конечно, отсутствие эффекта высоких доз леводопы свыше 600 мг в сутки и разнообразные корковые расстройства. Что должно насторожить клинициста в плане дифференциальной диагностики с атипичным паркинсонизмом? Это, конечно, ранние расстройства ходьбы, ранние падения, ранние застывания, которые при болезни паркинсона возникают лишь на поздних стадиях. Конечно, быстрый темп прогрессирования с развитием ранней инвалидизации, раннее развитие бульбарных нарушений и тяжелые вегетативные расстройства. На них особенно нужно обращать внимание у больных с мультисистемной атрофией. Прежде всего, это недержание мочи, это ортостатическая гипотензия. И, конечно, настораживающими симптомами являются пирамидные симптомы и симметричность самого синдрома паркинсонизма. Мы с вами знаем, что к атипичному паркинсонизму часто относят и вторичный паркинсонизм. Это лекарственный, чаще всего нейролептический. Это токсический паркинсонизм. Редко встречающийся сосудистый паркинсонизм. Паркинсонизм после перенесенных нейроинфекций, посттравматический и некоторые другие. Третья группа паркинсонизма – это паркисонизм при мультисистемных нейродегенерациях ЦНС. К ним относятся довольно часто встречаемые в централизованных экстрапирамидных центрах мультисистемные атрофии, прогрессирующие надъядерный пиралич, корково-базальная дегенерация. Встречаются также и наследственные заболевания с синдромом паркинсонизма. Это хорея гентингтона, гепатолентикулярная дегенерация и некоторые другие. Таким образом, когда вы, как клиницист, анализируете клиническую картину, вам очень важно обращать внимание на темп прогрессирования симптомов, на последовательность их появления. Очень важно здесь применять клиническое мышление. Что касается дополнительных методов исследования, мы с вами знаем, что при самой болезни Паркинсона методы нейровизуализации головного мозга не выявляют каких-либо структурных изменений. А вот при мультисистемных дегенерациях и при вторичном паркинсонизме мы часто находим такие изменения. Это при некоторых видах атрофии ствола мозга, атрофии среднего мозга, атрофии мужичка, атрофии моста. При некоторых формах это и другие структурные изменения. Например, асимметричная атрофия коры мозга при кортикобазальной дегенерации, атрофия гиппокампа при болезни Альцгеймера, которая в начальных этапах тоже может имитировать паркинсонизм. Ну и, наконец, нужно помнить, что при самой болезни Паркинсона такие изменения, как позитронно-эмиссионная томография и методы аффект с радиофарм препаратами расставляют точки над «и». Дорогие коллеги, большое спасибо за внимание. Я надеюсь на дальнейшее наше сотрудничество.